Предприятие по сборке и испытаниям космических аппаратов будет работать на Щелковской земле. Сегодня его возведение идет полным ходом и строители выполняют устройство фундамента. И, конечно, наблюдать за этапом возведения подобного объекта – уникальная возможность. К заливке фундамента приступили 8 июля. До этого момента площадку в 7 тысяч квадратных метров, расположенную рядом с телекоммуникационным центром акционерного общества «Газпромкосмические системы», и подготовили к устройству основания здания. Процесс, нужно сказать, оказался весьма непростым. Здесь сделан дренаж, поставлены в глофитры. Геологические условия таковы, что уровень воды буквально находится в 20 сантиметрах от поверхности земли. Установка дренажной системы по периметру площадки. Выбрано 26 тысяч кубометров грунта для устройства котлована. Эти работы строители выполняли с конца мая по июль. Сегодня на объекте трудятся порядка 150 человек. В ближайшее время предстоит залить 12 тысяч кубических метров бетона. Словом, работа кипит. Возведением космического центра занимается итальянская компания «Рицани Деккер». Это, конечно, уникальный объект, потому что это объект, который ты не сделал каждый день. Стоит отметить и то, что, к сожалению, начало строительства совпало с периодом пандемии. В этот момент работы на объекте, соответственно, не велись. Тем не менее, по словам заказчика, задержки по срокам сдачи не предвидится. Надеемся, что конечные сроки строительства мы выдержим. По крайней мере, подрядчик у нас настроен на это серьезно. Заверяет нам, что с этого года он нам сдает объект. И к сентябрю мы этот объект вводим в эксплуатацию. Уникальность предприятия в том, что оно представляет полный цикл по сборке и испытанию спутников. Здесь на основе передовых технологий будут выпускаться космические аппараты для нужд группы «Газпром» и других заказчиков, включая госкорпорацию «Роскосмос». На момент возведения фундамента уже в деталях продуман процесс поставки технологического оборудования для оснащения завода. К сентябрю следующего года у нас здание должно быть готово к приему оборудования и начнется монтаж оборудования. И так процесс набирает обороты. Уверенными темпами, сантиметр за сантиметром, строители возведут уникальное по своему назначению предприятие. Подобного, представляющего полный цикл испытания и сборки космических аппаратов под одной крышей, ранее не было в нашей стране. И появится оно на Щелковской земле. Анна Балиет, Игорь Поляков, Андрей Белкин, Щелковское телевидение.